В облаках можно весело резвиться Я вас приветствую, друзья, с вами Верус Правда, резвость у нас в этот раз в облаках ограничивалась в рамках прохождения только сражением с великаном О, а куда он нас ведет? Подожди А-а, он вне... О, тут есть что-то еще внизу, давай Под мост, да, Огонек ведет? Может привести к чему-нибудь любопытному, а может... Ну, не, ну в этот раз он не должен обломать У этого чувака просто... Че такое? Гэшэф Есть меч И все Ну, тоже неплохо чем Кстати, пишут серебряный меч Который по урону якобы круче Хотя нет, арандит тут все равно лучше По урону Но, наверное, базовую все-таки считает Плюсики эти действительно фигня Мощь Всех Знаков увеличивается Ну и все, мы практически уже до максимума подняли Арандит Этот меч нам не сильно-то и нужен Так, а че здесь на балкончик? Выбираемся отсюда Ух ты, а тут получается и с этой стороны Можно забраться, если знать Но здесь облака так, что, ну Типа прыгать, если То нужно знать конкретно, что здесь Находится Выступ, который Тебя спасет Который тебя однозначно Просто интересно Зачем тебе было это Сердце Туссента И княжеское вино Просто это принадлежало мне И то, и другое Знаешь, если бы не эти твои заскоки Мы бы никогда не встретились О, че тут за платье падало? Знаю, но я не жалею Один раз живем Да че-то такая скучная Вдруг че-то интересное В замке Пошли походим Попроверяем Вот, например Ослик С магическим золотом Эх ты, ослик Из-под хвоста у тебя Все выпадает, что ли такое Ладно, ослик и ослик Пошли дальше Ворота не открыть Это здесь Надо просто прыгнуть в колодец И первый Спасибо За такую честь Прыгать в колодец Неизвестно откуда и куда Так Ну, тут ничего нет К сожалению, какой-то ослик Только Ну и меч Погнали, ладно До встречи Застревая, ведьмак Ну Пролетает все-таки Потолстел Санта-Клаус Нынче Не провазит в трубу Портал в фонтане Не слишком практично Это был тайный ход Мы с Анриэтой пользовались Когда Сбегали от гувернантки Что она, по счастью, описала в своем дневнике Поэтому я знал, где вас ждать Юная барышня Согласилась помочь Прибрать балаган Который сама же устроена Да, согласилась И не говори со мной Как с ребенком Ты бы предпочла Чтобы я говорил С тобой Как с обманщицей Успокойтесь Вы оба Но Никаких но Теперь идем Я правда хочу все это закончить Субтитры создавал DimaTorzok Красиво здесь Правда Прекрасный вид на всю долину В ясную погоду Можно даже разглядеть И чертания Дунтынны Здесь, что ли? Развалены, как развалены Не на грош впечатлительности Что Дэтлов тебе нашел? Может, он сам тебе скажет Нервничаешь? Угу Я всегда нервничаю Перед встречей Со своими бывшими Особенно С вампирами Не думаю Что он настроен шутить Да я знаю Честно? Да Я нервничаю Вообще-то Я хотела смыться Я вроде как дала вам слово Что помогу Только чего оно стоит Но я должна ему эту встречу Вот и все Внимание Дэтлов сейчас будет здесь Дэтлов сейчас Дэтлов сейчас будет здесь Рен Сиана Сиана Я должен тебя спросить Ты Всегда мне лгала То, что Нас связывало Дэтлов Это ложь? Все не так просто О нет Все просто Ты или лгала мне Или нет Я прощаю тебя Но нам Пора Расстаться Она заплатит Раньше Раньше Позже Но заплатит Не стоило тебе вмешиваться Ведьмак Расстаться 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 Так Так У меня какая-то Ересь Сейчас была Со звуком Непонятно Надеюсь На записи Все будет хорошо А Расстаться А Сиана я хотел только получить девушку вы обманули меня так обманули обманули но только самый малый оба мы не хотим молчи но Ммм, какой он милый, а? Если веришь в богов, начинаем молиться Ух ты, ух ты, тут вязкая жижа какая Которая просто убивает ведьмака за раз Ммм, интересное сражение получается в итоге Интересно, дэвки пляшут, как и риса, да? Красиво здесь, правда А мы прям сразу все с этого начинаем Здесь, может Ну, там, допустим Вдруг они повлияют на что-то Но я должна... Внимание Это автосохранение неправильно Ленточка Ха, и снова я в дураках Она заплатит Раньше, позже, но заплатит Не стоило тебе, Миш Может быть и не стоило, но... Я хотел только получить девушку Вы обманули меня Бомба Мы не хотели Молчи Так, давай маслянца все-таки используем А это, кстати, пропустить нельзя Его превращение Смотри, иди вновь На мое перевоплощение Ребята Если веришь в богов, начинаем молиться Ох ты, а его... Эта мышара даже нас через щит пробивают И самое печальное, что загрузка начинается Получается с... Ну, не начало битвы Это... Это вообще как-то не по ведьмаче сделано Здесь Ладно, бой начинать, но... Каждый раз В диалогах участвую Это ж не для того Оно было сделано Так, окей, давай Там волшебное золото Все это исчезло У нас Розовый доспех Кстати, перекрашивают и рукава Но смотрится не айс Оранжевый больше, как желтый Зеленый, вот, смотрится неплохо Нашел время, да? Для разукрасок Ладно Может, против тебя бомбы... Где она? Гемеритовая Вот Такого рода подойдут Скотина Я хотел только получить девушку Вы обманули меня Вова Мы не хотели этого Молчи Его нужно бить исключительно со спины И перевоплощение Получше смотрим Замечательно Не, ну если это финальная битва Это может быть, она и оправдан Но все равно Если веришь в богов, начинаем молиться Линдаран опять Раздражает сейчас не то, что дает в такой сильный и непобедимый А вот этот факт Заново все диалоги вот эти пропускать Потому что мы побеждали Джина Мы вот именно на ранжировании, на высокой сложности Побеждали Джина Долго и упорно, но его все-таки победить смогли Сможем победить этого Я хотел только получить девушку Вы обманули меня Оба Не хотели Молчи Ну давай, перевоплощайся еще раз В первый раз Я не подстраховывался Когда уворачивался Я был уверен В том, что он меня не уйдет А потом начал подстраховываться От этих мышей Можно, когда звук пошел А уйти Вот, ушел Отлично А бомба с ним не работает Поздновато Все ровно Сейчас Вроде бы по звуку Даже пытался ориентироваться Кном был близко И опять И опять И опять Перезагрузка Опять диалоги Зачем Правда Может Может Не может Судьба тебе поможет А может и не поможет Мы этого не знаем Пока что Вообще не до конца понял Что произошло И что эта ленточка Сделала По сути Она перенесла ее В мир сказок Но почему Я хотел только Получить девушку Вы обманули меня Оба Мы не хотели Молчи Молчи А если веришь В богов Начинаем молиться Не заморозка Тоже вообще Без разницы Думал Может Этих мышей Можно как-то Остановить Короче Гранаты Бесполезны Дедлов Дедлов А ну-ка А что там Бестиарь Пишет Вообще По нему Очередная Вот это Может Суматошная Система нажатия Пробела Что там Про Дедлов А ты хочешь сказать Угу В бою Поможет Все Причем Против него Масло против Зверей Говорят Он именно Бестия При наведении При наведении Если против этих Хотя бы написано Что масло против зверей То здесь нет Здесь Исчезло уже Даже что это Масло против зверей Не вот оно Как вампир Масло против вампиров Черная кровь И квн Ну давай посмотрим Че черная кровь дает Квм веки Отличная черная кровь У вамкиров и трубоедов Рядом с ведьмаком Начинается кровотечение Кроме того Когда эти существа Ранят ведьмака Иначе кровь Наносит им раны И отбрасывает их назад Ну окей Давай Ведьмачу кровь Выпьем Выпьем За ведьмаку Так все И масло Я хотел только получить девушку Вы обманули меня Опа Мы хотели Молчи Кстати кровотечение У нее не начинается По крайней мере Я не так Представил себе Эффект От Данного зелья Если берешь Могом Начинаем молиться Да чтоб вас, а Подальше Отлетел Думал Может в расстоянии Но там по хлопку Первый раз успеваешь Да А тут Собака меткая В гадость в эту Влипать нельзя Загрузка Раздражает Может Внимать В принципе Из-за подобной системы подхода Я секира так не допрошел Просто Надоедает Так Что нам еще нужно Попробуем вновь выпить Хотя не работает Я хотел только получить Дележку Вы обманули меня Оба Моги Продолжение следует... Ты бесполезное создание Могов Начинаем молиться Сейчас идеально Этот момент Как раз помогает Тлониться Чуть раньше тоже Под тобой что ли прятаться? Было проще Было проще Без этих диалогов Значительно Значительно Проще Может Не может Чек-чек Я хотел только получить Девушку Вы обманули меня Оба Моги Моги Самую малость напоминают вамкиры из Скайрим. Не, 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 ну, он достает нас в любой точке этими мышами. Может только если спрятаться за что-нибудь, поискать укрытие. Но здесь как-то я не заметил. Ну, чтобы было стабильнее, надежнее. Это не может уже ничего. Ленточка. Ладно, вы пока посражаетесь, в общем. А мы тут подумаем. Пока локацию... Не, ну в целом, может быть, вон за угол прятаться. Вариант есть. Я хотел только получить девушку. Вы обманули меня. Оба. Мы не хотели. Молчи. Ух ты, не сработало. Ведьмак, ведьмак. Попади ты своим мардом в него, а не в пустоту. Беззвучную. Просто эти перезагрузки, ну это вот реально. Контрольная точка, ну самая неправильная. Причем какие-то странные контрольные точки. Порой они срабатывают по 10 раз за квестовые битвы, за какие-то промежуточные этапы. Ну там, даже как-то уже, ну не ждешь. А здесь, вот до диалога. Все возвращается на круги своя. Я хотел только получить девушку. Вы обманули меня. Оба. Мы не хотим этого. Молчи. Ты воздух атакуешь? Ты воздух атакуешь? Если веришь у богов, начинаем молиться. Да. но че за теоретически да он достает просто сверху эти преграды вообще никак не действует не ну можно конечно вихрему все равно я лично спасают хп не дает на может просто ведьмак сразу умирает это выше вампир этого ухры мухры мне какие-то там был брукс и шмукс и вы обманули меня оба да мы не хотим молчит и та еще собака оказывается в чем-то наш обман скажи я вот что-то не понял то что не дали тебе и убить фокус с ленточкой не наш вы вообще не в курсе взял своего по сути брата раз фигачил ну придавим пока что-то брата патроли он вообще-то не в курсе был поверь я и сам эту ленточку в карты вы просто выиграл в карты ничего серьезного может от второго вообще уклониться использование мышей спасайся как можешь так а ну-ка есть он квен есть чуть-чуть улучшить можно разбросаем камушки а смысл до расстояния близко если вот по хлопку реагировать ты не успеваешь значит от второго как только он взлетает нужно бежать в противоположный угол карты максимально далеко и пытаться по звуку уворачиваться мы все в курсе уже уже вот осознаем весь этот прикол я хотел только получить девушку вы обманули меня оба мы не хотели этого молчи отец отец Если веришь в богов, начинаем молиться Ух ты Только ты как-то близковато оказываешься здесь сейчас на в данный момент красиво правда здесь может может не может внимание да и еще раз наша песня хороша начинай сначала я хотел только получить девушку вы обманули меня оба молчи не поверишь у кого мы выиграли эту ленточку даже если расскажут у тебя твой братан я сказал бы пожалел если веришь в богов начинаем молиться ну в целом при таком подходе и ты здесь мышей своих муж сейчас призывать успел опять мышей ну вот в этот раз подальше не успел и увернулся какой ты хороший человек может не может еще и выбор ответа вот этот вот ну ты же нуждишь еще раз повторить обязательно но из этого никак не ну можно смонтировать и так оп и ты молодец да такой быстренько его победил прям такой вообще вот я хотел только получить девушку вы обманули меня оба мы не хотели этого молчим виноград наша сила превращайся гадость бесполезная тут нужно по карте ориентироваться больше хотя простой даже у ворот помогает напиши что и а и так то а и он Так, ушли. Крылья долой. 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 это почему потому что в отличие от тебя не должен пойду собирать вещи как я понимаю обогатив себя орденом и новыми наблюдениями ты присоединишься ко мне ясен пень за последнее время я достаточно наслушался щедрости прочих добродетелях мне они тоже не дают покоя последний из добродетелей сочувствие единственный недостающий элемент ты внезапно поверил в теорию пяти добродетелей после всего что мы узнали это не вопрос веры с уверей или прочих народных преданий тут дело в чистой логике вся она все распланировала заранее если бы мы ее не остановили была бы и пятая жертва чью смерть связали бы с недостатком сочувствия я расспросил посланца который вручал мне приглашение на церемонию сиана во дворце в уединении под давлением дворян не дня заточила ее в башне а ты не хочешь узнать кто еще ей мешал до начала торжества мы бы успели поговорить с тем сорванцом с чистильщиком это он доставлял дедлофу письма с фамилиями может мы что-то просмотрели чистильщик ничего не говорил об этом когда мы встречались откуда ты знаешь что письма доставлял он пока ты блистал в лучах славы и примерял новые наряды я провел свое собственное расследование ты бы остался мной доволен для начала я приготовил запас полироля для нашего молодого предпринимателя я заметил что в отношениях уличных торговцев принцип взаимности ценится выше всех других правил и ни одно доброе дело не остается без вознаграждения разумеется то же самое касается злых и вредных поступков как это связано с письмами когда чистильщик явился ко мне за бочонком он намекнул что знает кое-что еще как выяснилось при нашей прошлой беседе мы задали ему не все возможные вопросы достаточно было слегка потянуть его язык и он все рассказал он признался что доставлял детлов у письма он знал что это важное для меня сведения и передал их мне из благодарности на ну-ка ты прав пошли собственно почему нет сходим вместе если конечно тут уже все закончено с моей стороны да теперь все зависит от того сможете ли вы достойно представить мое произведение на торжествах и не уничтожите ли вы его до того шляясь по всяким подозрительным местам я буду осторожен не факт так еще не все да значит еще побродить придется дяденька с мечами привет привет так что почистим обувку грязные сапоги позорят серьезную профессию прошу мы хотим тебя спросить опять милости просим сам я за свободу слова так что любыми сведениями охотно поделюсь а чтобы вам и обувку не вычистить по случаю может и правда стоило бы почистить в таком случае воспользуюсь приглашением один мой друг говорил что обувь должна быть столь же чиста как душа обувь зеркало души отличный слоган сделай их черными теперь как идут дела да хорошо не жалуюсь а было бы еще лучше если бы некоторые не только болтали но и обувку бы чистили ты носил письма мужчине все ртуки помнишь такого ну конечно я молодой на память не жалуюсь но если ты хотел сказать что эти сведения не бесплатные ничего не выйдет откуда ты эти письма брал нищие приносили почему ты этого при прошлом разговоре не рассказал так вы же про нищих и не спрашивали логично слушай эти нищие ты они их что-нибудь знаешь сколько их было ну четверо каждый принес по письму только четверо пятого точно не было считать то я умею знаешь что-нибудь еще может у них было что-то какое у них общее они все разные у кого-то башмаки от разных пар кто и вовсе без башмаков а я знаю что у них общего у них у всех нет дома молец я щас потеряю терпение напряги память откуда у этих нищих были письма они избрали откуда-то не знаю я приходили отдавали мне письма и уходили я ни о чем их не спрашивал геральт позволь мне задать вопрос послушай я с радостью приготовлю для тебя еще банку полироля но ты соберись и ответь как можно точнее ты знаешь где их искать ну в ночлежке наверное где это так это каждый знает тут недалеко вот по этой лестнице а потом направо спасибо вот тебе за трудной придется нам поискать эту ночлежку приз курант сапоги кожаные с пастой с 8 утра до 8 вечера именно убирайся отсюда с этим своим приютом ясно это порядочный район мы тут а тебе тут чего поговорить хотел поговорить не получится мы вот тут уж пробовали только нихера не доходит сейчас будем иначе разъяснять господа спокойней или ты сам берешься отсюда с этими твоими пшивыми нищими или мы тебе поможем кончилось наше терпение не будет тут никакой ночлежки шли в ван тут порядочные люди живут я так понимаю вам мешает ночлежка это почему же гляди баллар еще один защитник бедноты нашелся мешает тут наши бабы ребятишки живут а рядом с такой голодьбой нормальные люди даже пройти боятся порядочные люди это вы значит а что есть сомнения есть ты слыхал артуа она средь бела дня оскорбляет дурака отойдемка в сторону добрый человек мой друг сам справиться с этой жаркой дискуссии ну подискутируем давайте хотелось как мне не хочется хватит болтать двою оп с колена и ушел добро намек понял валим отсюда сердечно благодарю вас за помощь я пытался их урезонить но опасаюсь что если б не вы быть бы мне битым безмерно вам обязана чего они от тебя хотели это соседи они хотят чтобы я перенес ночлежку в другое место им не нравится что я помогаю нищим я бы и не возражал ее перенести но мне некуда а вы ко мне по какому-то делу чем я могу вам помочь что это за место богадельня можно и так сказать они здесь могут отдохнуть съесть что-нибудь горячее за чем ты им помогаешь им это необходимо послушай мы ищем человека у которого было задание для чистильщика обуви на рюде горле для чистильщика я его знаю славный мальчик кто из твоих подопечных недавно с ним встречался или собирается встретиться к сожалению ничего не могу сказать но вы подождите немного скоро все начнут подходить за едой сами с ними и поговорить и думаешь здесь соберутся все нищие их никто не заставляет но редко кто может найти пищу где-то еще так что обычно ко мне собираются со всех окрестностей мы подождем спасибо за предложение дорогие мои прежде чем я подам вам суп два этих господина хотят задать вам вопрос прошу вас сосредоточьтесь и отвечайте осмысленно и коротко иначе ваш суп остынет а вы бы этого не хотели правда я знаю что четверо из вас в последнее время доставляли чистильщику запечатанные письма вы знаете что это за дело если так то скажите роман а что я буду вперед лезть сказано было никому про письма не рассказывать но мне это ты рассказать можешь у тебя было письмо и ты его отдал да хорошо роман благодарю кто еще и у меня тоже было я его отдал чистильщику и у новенького но его нет он не скажет новенький а у меня до сих пор письмо я его отдам только через два дня после святого варнавы мне нужно это письмо это очень важно а тебе она уже ни к чему но я его должен отдать собственные руки никому не показывать так сказала та госпожа грозная было лучше всего помогать тем кто справедлив и честен эти люди очень помогли не только мне но и вам всем если кто-то вам угрожал вы не обязаны держать данное слово ладно тогда держи самому тащиться не придется там вечно такая грязь зараза что действительно пятая фамилия сам посмотри но и но скажу тебе даже я такого не ожидал в этот раз ты займешься книги похоже на то что мы недооценили сиану судя по всему дэтлов должен был буквально вырвать ей сердце но сперва сверни ей шею увлекательно теперь головоломка сложилась боюсь это больше не увлекательная головоломка но чрезвычайно важное дело у нас есть доказательства что в тусэнте готовился переворот княгиня была последней целью деклафа все она это спланировала с самого начала определенно все логично геральт сперва 4 вроде бы случайных трупы достаточно чтобы люди заговорили о бестии мстители все она отомстила не привлекая к себе никаких подозрений а последней должна была стать княгиня если бы ей удалось довести план до конца никто бы не усомнился в том что она генриет опала жертвой собственных проступков весь баклер знал что княгиня не слишком сострадательна этим бы ее смерти объяснили зачем бы сиянию убивать сестру из жажды власти из зависти из врожденной склонности к злу да да еще раз да все три объяснения годятся и не исключают друг друга впрочем если тебе интересно можешь сам ее спросить думаешь это хорошая мысль в конце концов это же мы разрушили ее хитроумный план думаешь она захочет с тобой разговаривать но спросить-то ты можешь согласно некоторым философам истину можно узнать лишь эмпирическим путем ты говоришь княгиня держит сиану под замком дворяне настаивали на более суровой карри думаю что анна генриета хотела в той же степени защитить свою сестру от самосуда что и своих подданных от преступницы в любом случае она сидит в закрытом крыле дворца и ждет официального процесса мне придется как-то обойти стражников чтобы до нее добраться ты со мной нет встретимся на мэрлашес после всего что здесь устроил детлов и его помощники мне бы не хотелось показываться во дворце кроме того обществу сестры и досточтимой княгини я предпочитаю простой отвар из мандрагоры есть проще говоря ты собрался нажраться в одиночестве потому что ненавидишься а ну не люблю столько категоричных утверждений но признаюсь в ее присутствии я бы за себя не ручался она жестоко обошлась с дэтлофом и стала причиной его смерти а теперь еще и это нет я подожду на кладбище и как ну что сделаешь жить надо мясник какие заведения тут рядом тыкс нам нужно скорее перенестись это поговорить сианой первую очередь поговорим с ней конечно узнаем чё почем и почему как-то людно здесь у вас ночь на дворе хотя в принципе я сказал бы это ранее утро уже в это время порой же пора начинать работать как говорится так дворец поговорить сианой но стражников я думаю мы сможем уговорить подговорить убедить как как туда попасть да ладно ты разбился ну я же это пытался тех смягчить удар он считает слишком высоко к сожалению беги 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 давай спускаемся тогда тогда спустимся по-человеческим здесь придется отбегать так тук-тук а отлично здесь открыто значит мы по верному адресу обратились стражник начинай выпендриваться строй мне надо срочно увидеть сиану по какому делу я хочу с ней поговорить это важно говорить это ты со своей бабой можешь а не стоит что у княги не под замком сидит без приказа не впущу и все тут я открыл важные обстоятельства по ее делу их надо выяснить срочно ну ладно это что этот ведьмак что дел расследовал значит правы имеешь но только на пару минут я постараюсь покороче почему он только один-то стражник ведьмак будет говорить заключенный можете минутку передохнуть не слишком бы долгая минутка оказалась очень это необычно пришел проведать как мои дела хорошо спасибо ленточка артуриуса творить чудеса жаль ее забрали а то бы я я знаю кто должен был стать пятой жертвой твою мать вот ведь ищи я в тюрьме дэдлоффа больше нет может остановишься уже наконец сиана не притворяйся будто тебе плевать я знаю это только поза и она уже начинает утомлять зачем ты хотела ее убить такой прекрасный сыщик а спрашивает про очевидные вещи но почему вера сам-то как думаешь потому что она отвернулась от тебя а потом вычеркнула из памяти браво геральт еще одна загадка разгадана а твое больное любопытство удовлетворено и что теперь поделишься своим открытием санны генриетты правда ее жизнь уже вне опасности но вдруг она тебе динжат подбросит к награде разумеется поделюсь и не обязательно из-за денег а зачем тогда она должна знать если когда-нибудь она тебя освободит ты снова попытаешься ее убить скорее всего а может хватит расчесывать старые болячки ты забудешь все свои обиды и простишь ее наконец с чего бы вдруг любили друг друга когда-то умоляю не знаю кто тебе на рассказал таких глупостей но я читал дневник вашей гувернантки вы играли вместе были неразлучны из-за анны ретты у тебя бывали неприятности но она пыталась тебя защищать а когда у тебя были кошмары только она могла тебя успокоить время стирает воспоминания иногда в памяти остается только хорошее а иногда только плохое тогда почему она от меня отреклась если она меня так любила а сиана сколько лет ей было когда тебя изгнали двенадцать тринадцать она была ребенком что ей было делать ну устроить переворот украсть у отца печати и подделать твое помилование она была бессильна и стерла тебя из памяти не потому что ты была ей безразлична потому что слишком переживала твое изгнание она забыла тебя потому что только так могла справиться с болью что так хочешь чтобы этой истории был хороший конец и чтобы все жили долго и счастливо давай ведьмак иди отсюда не то еще медаль потеряешь вот будет обидно прощай сиана и 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 Если всё так, как ты говоришь, надлежащая компенсация будет выплачена вам из княжеской казны. Благодарю, Ваша Светлость. Ваша Светлость, прибыл Геральт из Ривии. Мои дорогие, теперь перейдём к следующему пункту. Из всех обязанностей, что были возложены на мои плечи, как на вашего правителя, это мне милее всех. Сейчас мы вручим орден. Орден Витис Винифера. Высшую награду Тусента. Геральт из Ривии, убийца бестии из Баклера. Подойди. Нашим соизволением так будет отмечен ведьмак, кой по нашему приказу избавил Баклер от ужасной бестии. Пусть этот символ напоминает всем, что ведьмак навсегда останется другом Баклера. А от себя лично? Большое спасибо, Геральт. Дам Йен вручить тебе награду. Это же был ведьмачий заказ. Добрый. Кроме того, ещё один сюрприз. Я решила передать тебе дюжину бочонков Сангриаля. Вина, которую обычно пьют, лишь за княжеским столом. Теперь и ты сможешь его попробовать. Ты рад? Я должен испортить вам настроение? Ну, в принципе, мы этому-то сказали самое главное, да? Не будем сейчас портить момент. Рада, большая честь для меня. Благодарю. Надеюсь, она пойдёт тебе на пользу. Такие вещи на официальных церемониях не говорят. Я поговорю с Сианной. Ты сможешь меня сопровождать? Благодаря тебе я обрела сестру. Также благодаря тебе я знаю, что у неё на совести. Я всё понимаю. Я обязана осудить её справедливым судом. Но сердце моё рвётся к сестре. Если моё присутствие чем-нибудь поможет, я, разумеется, останусь. Сейчас состоится допрос особы, причастной к убийствам, имевшим место в Баклере. Капитан Деллатур, прошу, введите Сильвию Анну. Ведьмак тоже будет участвовать? Ну, я свободный человек, хочу, участвую. Я свободный человек. Могу делать, что хочу. Ты повинна в страшных преступлениях. Однако, ты моя сестра. И моё сердце не позволяет судить тебя, как обычную преступницу. Потому я попросила Геральта быть моим советником. Он лицо незаинтересованное. Говори, ведьмак. Сиана была в отчаянии. Я знаю, что у неё имелись свои причины, чтобы не пылать любовью к Баклярскому двору. Хотя, конечно, я не одобряю её методы. О чём он говорит, Тиана? Ты отлично знаешь, о чём, сестрёнка. Тебе было на руку то, что меня изгнали. Ты же знала, что тогда трон достанется тебе. Хотя старшая сестра – это я. Я могу понять министров. Они ненавидели меня с детства. И считали, что я не смогу стать подходящей супругой для князя. Даже наших родителей я понимаю. Я всегда чувствовала, что они просто меня боялись. Потому что я имела смелость быть свободной. И тут это выдуманное проклятие. Неожиданный подарок богов. Оно было всем на руку. Но ты... В тебе я больше всех разочаровалась. Ты была моей любимой сестричкой. Милой Аннариеттой. Теперь ты понимаешь, ведьмак? Она меня предала! Теперь ты говоришь, что всех их понимаешь? Ты же приехала сюда, чтобы мстить. Потому что они заслуживают мести. Они все ненавидели меня с тех пор, как я себя помню. Но Аннариетта когда-то понимала меня. Только на нее я могла рассчитывать. Ее предательство ранило больней всего. Тогда вы были детьми. Ее светлости-то и вы обе никак не могли изменить того, что случилось. Ошибаешься, ведьмак. Она могла. Помнишь, дорогая сестра, тот день, когда меня изгнали из дворца? Да, я придумала закидать нильфгардских послов рыбьими пузырями, которые мы для смеху наполнили тухлым жиром. Но это ты решила их поджечь. Полагаю, ты хотела поразить меня, и тебе это удалось. Ты попала прямо в эту гадскую лысину. Я в жизни так не смеялась. Но когда дело дошло до поиска виноватых, ты не пискнула ни слова. Вся ответственность легла на меня. Это правда. Я не встала на твою защиту. Я испугалась. Совет был единодушен. Они перечислили все мои страшные прегрешения. Побеги из дворца, мнимую жестокость и неподходящее знакомство. Меня изгнали. А ты единственный человек, который меня понимал. Ты струсила и вообще не стала мне помогать. Ни до того, ни после. И даже не пыталась меня разыскать. Неправда. Я искала тебя. Я посылала за тобой рыцарей. Собирала сведения. Это ты не хотела, чтобы тебя нашли. С тех пор, как ты пропала, я живу с мыслью о том, что подвела тебя. Прости меня, сестричка. Ты простишь меня? Ты простишь меня, Продолжение следует... Продолжение следует... Это заслуга местной мандрагоры Официнарум. Клубни, растущие в вулканической почве, имеют выдающиеся вкусовые качества и обладают уникальной темно-коричневой окраской. Захватывающе. Но самогон у тебя вышел удачный, это точно. Собственно, я бы с удовольствием набрал этих корешков про запас. Не хочешь ко мне присоединиться? Продолжение следует... Раз уж ты так загорелся, давай сходим. Но ты забываешь одну вещь. Свежий корень мандрагоры очень токсичен даже для Ведьмака. Ничего подобного. Я никогда не забываю о мерах предосторожности. Прошу, вот тебе рукавицы и маска. Надень их. Тебе ничто не будет угрожать. Спасибо. Ну ладно, пойдем. Ты автоматически луны настраивает меня. Не надел, да. А здесь перчатки отсутствуют. Или это все вещи для задания считаются? Перчатки. Оп. Маска. Орден. Дублет. Даже это как вещи для задания их. Просто так нельзя продать. Все, пошли инквизиция. Мечтательный лад. И о чем же ты думаешь? О сиськах суккуба? Нет. Я, например, думаю, что все может выглядеть интересно при правильном освещении. Даже старая туша трупоеда? Тебе, дорогой друг, деликатности не на грош. Хе-хе-хе. Куда вампир-то сделался? Нелегко будет его выследить. В конце концов, он вампир. Зараза, куда ты подевался? Только не говори, что ты ешь. Эй, ты хоть днал руку на вампиров? За это ты умрешь. Я делал то, что должен. Изменник. кончай сосать воздух бруксы назвали тебя изменником кодекс чести вампиров прост даже тривиален или ты с ними до конца в любой ситуации вне зависимости от обстоятельств или тебе не простят не простят но на мое счастье также обязателен и другой принцип столь же тривиальный как и первый его хорошо передает поговорка с глаз долой и сердцем он поэтому я уезжаю из тусанта скорее всего надолго понимаю вернемся ко мне чудовищно хочется еще немного выпить невероятный маккет мягкое раскрытие и неожиданное послевкусие ты не находишь я не силен в дегустациях но так самое время начать обучение конце концов винодельня корва бьянка твоя между прочим я оставил в твоем новом доме небольшой подарок на столике у кровати спасибо может скажешь что это так безделушка но может оказаться полезно если вдруг понадобятся мутагены кстати и ты не думал что будешь делать скорого бьянка повесишь мечи на гвоздь и посвятив себя заботам о виноградниках я сам не знаю может когда-нибудь меня и соблазнит жизнь почтенного винодела а может быть я предпочту путь ведьмака чтобы лежать по ночам на траве и смотреть на звезды повеяло поэзии и тут же разумеется на ум пришел лютик помнишь как мы сидели когда-то совсем недалеко отсюда спрятавшись в пещере и вокруг бушевала в юга как я могу забыть мы отправились спасать цири из лап вильгефорца как раз встречу с вильгефорцем я вспоминаю с наименьшим удовольствием но тогдашнее пребывание в баклее было более спокойным чем это тогда нам казалось что это сказочные земли а проблема здесь может быть одна недостаточно вместительный винный погреб видимости геральт видимость она по обычаю мамунов и доплеров обманчиво а что собственно стало с вильгефорцем я убил его но признаюсь это было нелегко ты уже знаешь куда собираешься ехать главное куда-нибудь подальше я подумываю двинуться на юг в нельфгаард почему нет нельфгаарцы общество современное там никто не верит в вампиров и это может оказаться очень полезным для сохранения интересная точка зрения не хочется мне никуда идти посидим здесь еще немного дружище посидим мой друг мы были свидетелями и не однажды виновниками судьбоносных событий теперь же после стольких трудов нам полагается отдых да полагается но взгляд вот этот в экран конечно за русские они сделали тем не менее дополнение официально можно считать пройденным значительно она больше длиннее продолжительнее дам чем каменные сердца можно даже сказать поинтереснее ну чтож это не последняя однако серия мы еще вернемся но посмотрим что за подарочек нам оставил наш друг возле кровати плюс осталась маленькая такая миссия плутовская скажем совсем небольшая но веселая даже уделим ей отдельную серию исключительно исключительная плотва и исключительная миссия на этом же на сегодня с вами прощаюсь помучились немножко с дэдлоффом но в целом если расстояние держать все не так уж сложно как показывает практика до следующих серий до следующих прохождений всем добра с вами был вирус пока пока